ОРВИ, ОРЗ и грипп. Во второй половине зимы вероятность подхватить вирус увеличивается. Иммунитет ослаблен, погода непредсказуема, а до теплых дней еще далеко. Готовы ли жители республики к борьбе с гриппом, а медучреждения к наплыву заболевших обсудили на еженедельном совещании главы с правительством республики. Занятия в некоторых школах отменили не только из-за сильных морозов, но и вероятности вспышек вирусных заболеваний. Конец января и весь февраль – время, когда вирусы переходят на вступление. Врачи советуют при первых симптомах ОРВИ обращаться к специалистам, а не пытаться заняться самолечением. Сегодняшний день по сравнению с предыдущими эпидемическими порогами мы пока находимся чуть выше прошлого года, но ниже в целом всех предыдущих лет. Сегодня сравнивают эпидемический подъем гриппа с гриппом 2009 года. Мы его еще не достигли и в течение всех предыдущих месяцев мы были значительно ниже пороговых значений в сравнении с 2009 годом. В этом году мы впервые привили практически каждого третьего жителя Чувашской республики. Основное число – это дети и декретированная группа, и граждане старших возрастных групп. То есть это пенсионеры и пожилые лица. И мы считаем, что пока мы удерживаем ситуацию благодаря тому, что провели эту иммунизацию. Болезни лечатся лекарствами, поэтому, считает глава Чувашии Михаил Игнатьев, профильное ведомство в период возможной эпидемии должно отслеживать ситуацию на фармацевтическом рынке республики, чтобы не допустить неправомерного повышения цен. Екатерина Куприна, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика.